Здравствуйте! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Вегетарианский смак». У нас в гостях чудесная девушка, она очень активная. Сейчас мы узнаем, как её зовут и какие у неё есть проекты, чтобы вдохновиться её личностью. Спасибо за такое красивое представление. Меня зовут Анфиса. Я веду проект «Уроки медитации детям». Также в предыдущие годы я занималась организацией детской площадки, детской программы, детского лагеря на Араво-фестивале. Ну и вообще последние 5-6 лет я работаю с детьми и посвящаю этому много времени. Меня искренне интересует вопрос воспитания детей. И на своём канале я стараюсь отражать вопросы нравственного воспитания, вопросы всестороннего развития ребёнка, подходить с разных сторон к какому-то одному аспекту в развитии. У нас на канале есть спикеры, которые рассказывают о подходе Монте-Сори. И также есть хорошие педагоги с большим-большим опытом, которые делятся информацией, своими знаниями о том, как, допустим, до 3-х лет развивать детей, как после, какие бывают сложные нюансы. Ну, так как мы стараемся всесторонне охватить вопрос развития настолько, да, насколько мы это себе представляем, видим. С Анфицей мы познакомились ещё давно в Барнауле, и мы с ней даже начинали с каких-то чудо-вегетарианских классов. О, да. Это был отдельный процесс, я помню, как мы готовили соусы, один раз спалили мельницу для специй, пытались там взбить майонез. Да, дело такое. Вообще классы были отличными, люди приходили, нравилось им очень. И такое, это был всегда маленький праздник для нас. Да, мы надеемся, сегодня тоже получится создать эту маленькую атмосферу праздника, и у нас какое-то необычное блюдо или обычное... Расскажи нам, что это такое. Сегодня мы будем готовить яичницу вегетарианскую. Да, я люблю чего-нибудь вот такого из старинки, воспроизвести, воссоздать вкусы. Как раз, когда не хватает, да, чего-то? Ну да, 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 мне нравится вкусовое разнообразие, и поэтому сегодня мы сделаем такое блюдо. Так, у нас тут, кажется, тофу. Да. И что-то ещё. Нам сегодня понадобятся сосиски, тофу, примерно грамм 70, помидорка, одна чёрная соль и, конечно, масло растительное, либо какое-то там, на котором мы будем жарить. В этом случае лучше растительное. Если мы не нашли сосиски, или кто-то из наших зрителей не нашёл, что ему... как ему жить, как будет? Секрет яичницы вообще не в сосисках, но с ними гораздо вкуснее. Если у вас нет сосисок, я просто тогда беру, режу морковку, и когда обжариваю, я добавляю чуть соуса, и достаточно. То есть, как бы... Можно экспериментировать с разными ингредиентами. С чего начнём? Мы начнём с того, что поставим сковородочку нашу разогреваться. Так, есть. Потом нальём туда маслечко. Ну и для начала мы нарежем сосисочки. Я люблю нарисовать кружочком, но если у вас сильно жирненькие сосисочки, знаете, там, такие, как шпикачки, их можно тогда просто на, получается, полукруг. Ой, Анфиса, ты давно вегетарианка? Ну, если честно, то скоро вот 12 лет как. Ого, ты прям мастодон фактически. И как у тебя не было сомнений или там что-то со здоровьем, проблем, как там все боятся обычно вот вегетарианства в этом плане? Да, понятно, о чём речь. Ну, у меня почему-то было наоборот. Когда я до вегетарианства сдавала анализы, у меня были проблемы с щитовидкой, и там ещё некоторые. В общем, мои анализы были хуже, чем после того, как я 3 года или 4 вегетарианила и сдавала их повторно. Так что для меня ответ очевиден, что нет никаких проблем. Так, закидываем сосисочки. Пока они будут жариться, мы подготовим тофу. Если вы покупаете магазинное тофу, то, как правило, оно идёт с жидкостью. Ну, а у нас сегодня не магазинное тофу, нам сделали домашнее тофу. Кстати, рецепт этого тофу будет скоро на нашем канале, поэтому следите, переходите и учитесь тоже. Обязательно мне потом пришли в личку. Так, значит, смотрите, надо его размять руками, чтобы оно такое было, как фаршик, что ли. Своего фаршика. Да, то есть, видите, у меня здесь нет жидкости, но если магазинное, то тут вот всё бы уже потекло. Поэтому желательно заранее подготовить. А вы это блюдо часто готовите у себя в семье? Мы любители поесть вкусно так, чтобы было солёненько или сладенько, или было много специй. Ну, то есть, вкус должен быть ярким, поэтому... Много специй точка РФ, да? Мы постоянно заказываем специи, вот эта вот красота, которая есть, у нас дома так же всё стоит. Поэтому на завтрак мы довольно часто делаем яичницу, и мне нравится это и быстро, и вкусно, ну и что-то такое вот не совсем стандартное. Так, сейчас мы закинем тофу к нашим сосисочкам. Как вообще тебе было сложно начать использовать специи? Вообще, люди часто боятся сочетать и начинать что-то новое использовать. Ну, когда я начала вегетарианить, мне готовила мамочка. Спасибо за это большое. Но на кухню она меня не пускала. За это тоже спасибо. За это тоже спасибо. И поэтому приступила вообще к самостоятельной готовке. Ну, наверное, лет так в 20, может быть, даже в 21. И я уже тогда знала, что вегетарианские блюда многие идут с использованием специй, поэтому я просто скачала или купила какие-то книги и начала изучать весь этот вопрос. Я заказала, помню, 20 или 25 пакетиков из Питера тогда ещё по почте, потому что купить специи в городе было нереально, магазинов ещё не было. Ну и всё, я начала экспериментировать. И была просто потрясена, насколько сочетания специй могут менять вкус блюда. Ну, с тех пор я фанат специй, я их везде всегда практически использую. Так, оставляем тушиться. Так, ну и нам осталось нарезать помидорку, собственно, добавить чёрную соль. А что у вас там ещё, что там ещё может есть уже или планируется на канале детской? Я хочу осенью успеть сделать вебинар или, может быть, даже марафон по эмоциональному развитию интеллекта для детей, для родителей это важно. Более того, родители пишут и просят, чтобы я провела такую программу. Есть ещё мысли записать видео про воспитание подростков и про детские страхи. Вот сейчас я как раз-таки работаю над видео, которое называется «Детские страхи. Как победить?». Да, да, потому что тоже пишут подписчики, спрашивают, разные истории рассказывают. И я понимаю, что мне хочется помочь и немножечко раскрыть этот вопрос. Что, добавляем помидорку? Наверное, вообще секрет вкусной и полезной еды на вегетарианской делице – это разнообразие вообще продуктов. Не боязнь экспериментировать. Да, на самом деле есть такие предубеждения, да, что вегетарианство – это скучно, вегетарианцы едят траву. Ну и вообще, мне кажется, что эти люди просто никогда не ели вегетарианские блюда. Да, судя по запаху, аромату и по внешнему виду, это невероятно вкусно. Когда я готовлю дома, приезжаю в гости к своей семье и кормлю их там вегетарианскими блюдами, у меня что бабушка, что мама, что родственники, они все «Вау, как это получается!». А я люблю делать, воссоздавать разные блюда из старой жизни, например, там, шубу, оливье, там, рыбка в кляре. Ну, то есть, понятно, что никаких рыбок я не использую, но смысл в том, что воссоздается этот вкус, и получается прикольно. Ну, мне нравится, по крайней мере. Им вроде как тоже. И наш финальный аккорд, мы добавляем черную соль, буквально пол чайной ложечки. Еще смотрите, какая у вас соль, бывает очень соленая, бывает средненькая, поэтому заранее поэкспериментируйте, попробуйте, насколько она по солености тянет. Она придает именно вкус омлета, да? Да, весь секрет черной соли в том, что она так дает запах яичек. Но она очень богата еще на микроэлементы, то есть, непростая соль. Нет, нет, вообще, если вы почитаете про специи, то у каждой специи свои особенности. Одна чистит кровь, другая там кишечник запускает и так далее, и так далее. Кстати, проводили исследование по, в каких продуктах содержатся все необходимые витамины и микроэлементы для человека. И первое место, как бы удивительно, не все ожидают, но там именно травы и специи, именно там содержатся вот эти все микроэлементы. Я тоже, кстати, читала подобные исследования, когда-то давно я удивилась, а сейчас уже спустя столько лет я уже не удивляюсь. Мы оставляем тушиться, ну, буквально на пару минуточек, чтобы просто там все соком пропиталось, а так уже наша яичница готова. Ну, когда я его приготовила первый раз, это стало топовое блюдо. Сейчас оно, конечно, уже поднадоело, но мужчины, да, любят, любят такое сочетание. А чем еще можно накормить мужчину? Ну, у нас любимое блюдо в семье это картошка фри, но это не я готовлю. Ну, на самом деле, все, что белковое, я стараюсь готовить почаще. То есть, это и диатгейский сыр есть, и бобовые, и гороховые. Например, дал, рис часто готовлю с какими-то овощами. То есть, мой вообще принцип это белки, овощи и, например, зерновые. Ну, это вот считается идеальное сочетание. Ну что, осталось только пожелать, что ты нашим зрителям. Ну, я же зрителям пожелаю приятного аппетита. Надеюсь, вам понравится блюдо. Оно действительно такое и белковое получается, и вкусное, насыщенное, и экстраординарное. Еще невероятно ароматное, я вам честно скажу. Кстати, да, запах прям, кайф. Кайфуйте и продолжайте оставаться с нами.